Друзья, всем привет! Завершаем рассматривать проект Distributed Credit Chain. В прошлом видео мы уже с вами познакомились с этим проектом и с вами разобрались о том, что данный проект будет специализироваться на предоставлении кредитов по всему миру с помощью технологии блокчейн и с помощью построения своей некой экосистемы. Вот. Изучили миссию, компанию, проблемы. Также познакомились с инвесторами и с партнерами. Но сегодня бы хотелось поговорить больше о, скажем так, самом токене проекта, о его, скажем так, монете, которая будет в принципе функционировать, когда этот проект будет запущен. Так как этот уже этот токен есть на нескольких биржах. Мы с вами рассмотрели это биржи Bbox, Bcoin, Fcoin, Dex.top. Вот. То есть давайте сегодня посмотрим по большей части сайт CoinMarketCap. Вот. Все его знают. Чтобы понять, собственно, о чем идет речь, о какой монете, я говорю вот. Итак, монета называется Distributed Credit Chain. Coin, вот. На данный момент он торгуется по 0,19 тысячных доллара. Вот. То есть, ну, грубо говоря, да, по 2 цента. По графику мы можем наблюдать, что примерная тенденция стоит на месте, да, может быть где-то насползает вниз, но в принципе плюс-минус данный тренд сохраняется, да, несмотря на то, что уже с 30 июня данный токен торгуется. Вот. Поэтому я считаю, что в принципе результат неплохой. Вот. Что касается капитализации на данный момент он составляет 19 миллионов долларов. Объем торгов 726 тысяч долларов. Вот. И всего, собственно, токенов будет выпущено 3 миллиарда, чуть более 3 миллиарда. Вот. Давайте тогда посмотрим на каких платформах, на каких биржах торгуется сейчас токен Distributed Credit Chain. Да. По объему торгов, во-первых, да, это Кукоин. Тут никаких сомнений быть не может. Вот. Он у нас лидер по объему торгов 290, почти 300 тысяч долларов. За ним идет Fcoin, Bbox, Кукоин на Bittok, то есть, ну, с DCC на Bitcoin. Тут уже объем торгов поменьше, вот. Ну и, собственно, завершает у нас IDEX и DEX. Они у нас по нулям. Вот. Поэтому, что хочется сказать в заключении наших обзоров, в заключении нашего данного обзора этого проекта, безусловно, это тот проект, который нужен, в принципе, нашим традиционным сейчас сфере кредитования, и, несомненно, он принесет огромное количество плюсов в плане нужности и важности этого проекта для именно банков, для банковской сферы, для сферы кредитования и так далее. Вот. Поэтому подписывайтесь на канал, следите за дальнейшими разборами и обратите внимание на данный проект. Я думаю, он вам будет интересен. Все, всего доброго!